И это получается нашей тортеллини в сливочном соусе. Ну, как я уже говорила, это достаточно простой рецепт. Просто в нашей семье его всегда едят на рождественский обед. Не курица в духовке, а паста, не оливье, а морской салат. С тех пор, как Элеонора вышла замуж за итальянца Фабио, ее праздничный стол изменился до неузнаваемости. Италия – страна католическая, и главный праздник здесь не Новый год, а Рождество. К этому москвичка пока еще не привыкла. Я вот до сих пор иногда бывает, редко-редко, но говорю там новогодние подарки. Они так на меня смотрят, как будто бы я вообще какую-то ерунду сказала. Будто там я сказала августовские подарки, не знаю, или сентябрьские. Что это такое? Наши русские блюда Элеонора для Фабио готовят, но не на праздники. Итальянец больше всего полюбил блины и борщ, а вот к жареной картошке с грибами настроен скептически. Русские новогодние традиции понимает и принимает. Говорит, они во многом похожи на итальянские. В конце года, на Новый год, в Италии тоже глава государства делает какое-то поздравление, хотя в прошлом году мы вместе сидели, и мы Путину смотрели по телевизору, мы поставили русский просто канал, и поэтому нас в прошлом году поздравлял Путин. На два часа раньше, чем это было в Италии. Мебель из окон на Новый год в Италии никто не выкидывает, говорит Фабио. Такая традиция была в прошлом и только на юге страны. До наших дней дожил обычай дарить детям перед Новым годом календарик с шоколадками и каждый год украшать елку новыми игрушками. Елку всегда наряжают в Италии 8 декабря. Это такая официальная дата, когда все итальянцы, во-первых, это выходной день, потому что это еще один христианский праздник. Это называется день непорочного зачатия. Перед Рождеством деловая жизнь в Италии останавливается. Работу в эти дни никто не берет, даже если предлагают двойную ставку. Заказать такси становится практически невозможно. За новогодними подарками римляне спешат к испанской лестнице. Тут сосредоточены все модные магазины. Иллюминация здесь самая яркая в городе, а прохожих развлекают уличные музыканты. За праздничным настроением местные жители едут и на главную ярмарку на площади Навона. Правда, ни музыкантов, ни танцоров здесь не встретить. Нет даже елки. Рождественский Рим стал большим разочарованием для Павла Вдовенко из Ростова. Он живет здесь уже 8 лет. Говорит, итальянцы не привыкли праздновать на широкую ногу. А их Дед Мороз, которого зовут тут Баба Наталья, вообще фигура номинальная. Это больше как бы показуха. Нету такого, что это именно душевный, что человек с таким душой, с настроением этим всем занимается. Это просто как бы, они это делают, потому что это традиция. Хороводу вокруг елок здесь тоже никто не водит, да их не очень много в городе. Самая необычная стоит около вокзала Термини. Это елка желаний. Люди оставляют здесь записки со своими самыми заветными мечтами. С большим трудом, но мы все же отыскали на этой елке послание еще и на русском языке. Дорогой Дедушка Мороз, пусть мои родные будут здоровы, и в мире никогда не будет войны. Маша. Мы, конечно, присоединяемся к Маше, но от себя хотим оставить красноярский след в Риме. Специально для этого мы привезли из нашего города елочное украшение. Будем надеяться, что таким образом все ваши и наши желания обязательно будут услышаны и сбудутся. С наступающим вас Новым Годом! Юлия Чупрова, Валерий Чащин, 7 канал. Юлия Чупрова, Валерий Чащин, 7 канал.